Добрый день друзья, зрители случайные. Сегодня у нас такой небольшой денек расслабительный. Мы решили сделать шашлыки. Я встретил свою одноклассницу. Вот она. Сейчас она будет у нас место репортера. Я буду заготавливать дрова для шашлыка. Отойди, Андрюша, в сторону. Сейчас мы тут наколем дровишек, чтобы шашлыков сделать. Дрова такие, конечно, для шашлыка они не пойдут, но за неимением, что есть. На мангал пойдет. Я так думаю, так. Конечно, на юге дрова были лучше. Там эти были дрова у нас. Все, 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 давай, давай. Собирай вот эти дровишки и неси сюда к папе. Да, вот давай, папе, на, помогай. Давай, давай. Там дрова, конечно, были у нас из плодовых деревьев. Вишневые, ореховые. Вот. Ну, а здесь сосновые. Вот такие. Вот такая вещь. Давай, ой, молодец, Андрюша, помощник наш. Ой, молодец. Вот давай, щепочки. Собирай маленькие щепочки. Сейчас неси сюда. Сейчас мы здесь растопим мангальчик. Так. Катя, расскажи, пожалуйста, почему тебе нравится наш канал? Во-первых, из-за того, что Толик мой одноклассник. Он очень хороший человек. Я очень рада за него, что он уезжает на юг, с холодного севера. Андруша, я не знаю, не кидает, наверное, пока. Сейчас папа подправит. Андруша, вот кидает. Я сказала, что ты хороший человек, что я за тебя очень рада, что ты уезжаешь на юг, в тепло. Да. Потому что здесь, на севере, ловить нечего. Да. Особенно для детей, для молодежи. Катя, вот расскажи, вот с жильем. С жильем здесь вообще очень все плохо. Жилье очень дорогое. Даже вот у тебя какие-то проблемы есть с жильем, да? Да, да. Ты вот тоже живешь в аварийном доме, вроде как, я так понял. И у тебя какие-то проблемы там тоже, да, есть? Да, теперь, когда жилье дождемся от государства, неизвестно. Сейчас в маневренном фонде живем. Государственное жилье тяжело дождаться здесь. Очень тяжело, да. Очень тяжело. Единственная надежда, вот, переехать за материнский капитал, улучшить свое жилье. Это можно, у нас в Архангельске ничего не купить вообще за материнский капитал. Да, ничего, здесь все дорого. Все очень дорого. Давай, давай, помощник, давай. Здесь все дорого и очень тяжело что-то купить здесь. Вот. Вот, давайте сейчас мы сделаем. Не так? Меня не надо. Давайте немножко, вот, вот наша Катя. А то она сейчас только что репортером была у нас. Сейчас мы немножко ее сами пофотографируем. Катя, ну тебе тоже столько же лет, сколько и мне, 47. Так, что еще нам такое интересно с тобой поговорить, о чем? Не знаю. Снежда, не знаю, да? Да. Вот, задумались снимать видео, разговор о чем не знаем. Ну, вообще много кого ты из одноклассников встречаешь, из наших. Ты знаешь, Толик, года два назад только Наташу Кусилеву встретил. Да. И вот и видит прологу. А так? А так мало кого встречаешь, да? Вот тебя сегодня встречаем и встретим. Ну, вот мы в ВКонтакте много с кем общаемся. Поздравляем в Одноклассниках тоже. Ну да. Так что, Одноклассники, я надеюсь, нас уведет, и тебя уведет, Одноклассники наши. Начнут тебе сразу писать. Не знаю. Я гарантирую, что Одноклассники наши, которые уведут нас с тобой, что мы вместе стоим, вот так, вместе обнимаемся с Катей. Вот, увидят, начнут нас сразу это. Вот мы сейчас с Катей шашлычков нажарим, наделаем. Огонек у нас тут горит. Андрюша, больше не надо туда ничего кидать. Не надо, не надо. Это у нас и коптильня, и также шашлыки делать. Внутри разжигаешь костер, шашлыки жаришь. А если снизу, внутрь вложишь сетку, и закрываешь крышкой, и уже это получается коптильня. Мы чай, и чай мы делали, и суп вырили, да? Ну, это уже, когда Свету не было, мы тут делали. Когда Свету не было, бабушка вот рассказывает, когда мы ездили на юг. Сюда ставили фирпич, ставили фирпич. И варили суп, и пятили чай. Оно для них лучше, чем вот здесь. Ну, это когда Свету не было. Когда не было Свету здесь, на костре варили, готовили. Тут дня два, наверное, не было Свету, когда у нас не было, да? Да, целых два дня не было Свету здесь, когда мы были. Если хотим, и чаю хотим, и что у нас не было. Может, ты был бы садик, и садик. Ну, ясно. Вот такая вещь. Катя говорит, не снимай, не снимай. Я все равно Катю хочу снять. Хоть не на вечер, хоть так это на видео. Все, шутка. Немножко пошутил я. Катя, шутимилась так. Моей шуткой. Теперь миллионы будут эту шутку. Да, да, да. Ну, ничего, я шутник такой, я люблю пошутить. Вот. О, у нас костер разгорелся хорошо. Да, надо это... Не кидай палочки. Да, здорово, да? Катя, а ты вот сама мечтаешь на юг переехать? Да. И как ты хочешь свои планы осуществить? Ну, приз. Когда государство даст квартиру, тогда будем думать, куда переезжать. Но это будет пока не скоро. Ну, все это будет не скоро. Лет через 7, наверное. Не раньше. Лет через 7, не раньше. Ну, что-то полезное вы с моего видео черпаете. Конечно, мы сами с юга. Сами с юга. Сами южа нет, конечно. Дучке сказала, я говорю, вот, я Галя-то говорила, тебе нет? Нет. Что, если, например, второй ребенок будет, что можно на юге за материнский капитал купить жилье. Рядом с морем. Ну, не рядом с морем, а... Ну, почти, но все равно. Ну, вот у нас, например, мы вот купили... Ну, не 5 часов ехать до моря. Ну, не 5 часов, час до Азовского у нас. На Ягры час ехать. Ну, вот у нас до Белого моря, до Ягры тоже час ехать. Ну, а как тебе на севере-то живется? Плохо. Плохо? В чем заключается плохо? Вот лето, да, и вот сейчас до сих пор ходим в куртках. Ну, да, вот. Середина лета. Да. Середина лета и ходим в куртках все. Холодно. Жилье дорогое. В квартирах холодно. Отопление плохое, да? Отопление плохое. Тарифы за ЖКХ просто повышают каждый месяц. Каждый месяц почти повышают. Галя ушла Галю снимать. Галя сама покажет камеру в сторону. Мамка идет. Ладно. Скоро у нас прогорят дровишки и будем ставить мангал. Шашечки. Год назад на море ездили, на яграх купались, а в этом году вообще. В этом году какое море, там вообще холодно. Андрюша, не надо кидать туда ничего. Тем более травку. Трава, ты что лагер, что это какие-то речи. Сходи лучше курочкам, травки брось. Не ходи. Вон курочек сходи, травкой накорми лучше. Вот. Ходите, ну. Чуть-чуть снял еще? Толики. Курочки у нас есть. Коза у них будет. Утки. Да, уточки. Толик уже на яйца посадил. Только не на свои. Там уже говорят, уточки, это, птенцы вылупились, их забрала, их бывшая хозяйка. А там озерцо-то для них есть там? А, хозяйка пришла. Да, уже говорят, хозяйка забрала там цыпля, утят этих все, которые вылупились. А я-то не жалею. Наши-то утки вырастут, а вот совесть у них не вырастет. Мне по телефону говорили, мы вам подарим этих утят. Уток этих. А вот, знаете, пришли, забрали всех. Да, ради бога, флаким в руки. Теряешься. Так. Потом приедем, поговорим, пообщаемся. Не надо. Побрали. У нас другие. Вот тебе, да, даже нет. Конечно. Вон в петушке поедут. На юга. Петушки, наверное, думают, надолго ли мы туда. Да, где-то на улице петух-то гуляет у нас, нет? А вот он, красавица, который с нами поедет. Вот это курочка, петушок. Вторая курочка там на яйцах сидит. Вот эти петушки в валенках, курочки в валенках. Вот такие. Ой, красавец. Это кохины, порода кохин-хинов. Вот такие. Вот так вот. Вот так, шашлычки готовим. Вы там снимаете и рассказываете, с друг другом разговариваете. Как у нас мама, готова ехать на юг? Он думает, что сейчас все ноги. Бабушка, готова ехать на юг у нас? Готова. Хоть сейчас, хоть сегодня. Хоть сейчас, хоть сегодня. Опять меня задали. Так они жарятся? Да, да, да. Да? Конечно. Если что, поливать надо, нет? А если они... Вот у нас так готовим мы шашлычки наши. Опа. Ну, тут, получается, если мы снимаем долго, то потом там будут минутки 3-4, да, Харик? Что 3-4? Ну, вот, когда будешь... Нет. Так и будет, сколько снимают, сколько и будет. Да. Потому что как не зажмется же видео все это. Только снимаем, столько и будет все видео. Ну, можно, наверное, перерыв сделать, а потом снова снять. Да? Ну, потом буду склеивать это все, редактировать. А-а-а. Ну, оно так и получится у нас уже. Ну, да. Кусков-то много получилось видео. Пойдется все склеивать, не потом. Так уж ладно, склей. Ну, да, опять время, час целый уйдет. Потом час на загрузку уйдет. Сегодня уж, наверное, видео не выложу, только завтра. Сегодня мне уже, наверное, не склеить его, не успею. Если только ночью опять. Собирать его по кусочкам. Вот так вот мы с Катей сегодня шашлычки жарим. Всем одноклассникам привет! Привет-привет всем. Да, и от Катерины привет. И от Катерины привет. Одноклассники-то все смотрят или не все? Ну, не знаю. Я хочу сказать всем одноклассникам, передать привет. И кто, кого знает еще, помнит нас. Меня, Катю. И передать это видео, как делают этот... Смайликами? Нет, ну, передать другим-то как... Забыл опять, из памяти это вылетело. Скрип-шоп сделать другим своим одноклассникам. Чтобы другие тоже нас увидели. Посмотрели с Катей, как мы общаемся. Как мы живем. Вот мы здесь последний месяц. Сейчас вот все дела доделаем. И будем переезжать. Уже полностью поедем на юг. Жить. Мне хочется все-таки вот... Свою свинку забить. На шашлычки сделать. Сальца насолить. Накоптить его, блин. Также мяска накоптить делать. Все-то... Всякие тушенки наделать свои. Здорово, да, Катя? Вот я все мечтаю об этом. Быстрее бы. Но опять свинку надо где-то год... Год или два ростить-то. Восемь месяцев? Восемь месяцев. Восемь месяцев сию кормят. У нас раньше родители держали свиньей. У меня тоже, да. Бабушка с дедушкой держали раньше. Ой, так здорово было, особенно когда поросенка забьем. Угу. Сразу все так сделаем. Потому что мяско уже румянится. И сколько еще минут? Мяско? Ну, оно сейчас потомится вот. Пусть томится оно так подольше. Ты вообще не засекал сколько шашек держатся? Ну, зависит от количества углей еще. Чем жарче, тем они быстрее. Но они опять могут сгореть. А так они вот сейчас на мелком огне, они будут томиться. Чем дальше огни, тем выше они будут. Сколько расстояние от углей-то вон. Высокое очень. То есть очень далеко угли-то. Угу. Ну, углей мало, а быстренько все это. Было бы побольше углей, если бы дров нажились. Быстрее бы накоптились. А так, все будут томиться они еще. Делаться, готовиться. Вкуснота. Да? Ну, там мясо тут свежее. Вот. Ну, уехать, конечно, не все. Потому что огород это не мое. Я ничего не понимаю. Огород это? Ну, ничего. Можно просто даже с небольшим участком, даже пусть там 10 соток, купить дом, засадить садом. Где-нибудь в станице, чтобы работа была там. Тебе тогда лучше в станицу ехать. Угу. Да. Ну, вот где у меня. Поближе к людям. Да. Мы, наоборот, подальше от людей хотим убежать. А я что? Не подальше, что ли? Станица, это уже поближе к людям. Это маленький такой городок получается. А вы в хутор. А вы уже в хутор. Но с другой стороны, в станице, в станице, в станице, в они каждый сад за своим забором, они никого к себе не пускают, в гости ходить у них не принято. Да. А в хуторе там вообще все просто. Но сначала не знали, как это. Харина знает, у Ольги побыли, блин, у них в станице там одни правила, блин. Приехали в хутор. Харина знает, соседку надо позвать, я подойду к забору, там внуки бегают, я говорю, бабушку позови, а она потом говорит, что, говорит, все из-за забора-то вы. Зашла, говорит, в дом, стукнула, крикнула. У меня у брата тоже, я говорю, вот такие же большие заборы. А то же самое, никто к друг другу в гости не ходит. Там даже вот если пришли к тебе, там кто-то пришел, даже подруга к тебе близкая придет, она будет вот стоять у забора и орать. Записывает. Не записывает. Пиздюк. Нормальное видео. Нормальный разговор, люди любят это. Ну вот это мы уже все говорили, обсуждались. Пусть он обсуждали. Ну вот это вырежешь. У меня вообще не надо снимать. Ну кто-то не снимает. Я снимаю себя, а не кого-то. В общем, увезут меня в глухомань. А я люблю песни, пляски. А там это, там это, там это, там это, пожалуйста. Я люблю петь, чтобы... Соседние песни, пляски, пожалуйста. На широкую ногу, чтобы... И без вина. Напою столько, что... Ой-ой-ой. А зачем вино-то? Вино-то лишнее. Да. Так что, я до сих пор люблю пить. Вить я люблю. Вино лишнее. У меня уже будет 80-79, и я люблю. Все село в гости. Ваши слуги. А там места много, да? Запою, как это, Коля. Ну нет, как раз, в сентябре у них это не день улицы. Семги туда привезти, их угасить семгой. Семгой. И они еще... У меня... Я все брату хотела... Не знаю, когда-нибудь привезу или нет. Вообще, когда-нибудь я туда к нему поеду. Марушки. Они никак не могут понять, что это за някода. Я говорю... Ну, не все? Нет, понятно, что... Там клубника, малина. Они знают, мы знаем, да? А вот морожка, вкус, они вообще понять не могут. Не могут... Они же только морожка, брусника и клюква. Да. Они не знают, что как это нравится. Но бруснику и клюкву можно в магазине купить, и все равно она продается. А морожки-то нет. Вот морожка... Вообще. Я даже не могла вам объяснить вот этот вкус. Вот этот вкус морожки. Не объяснишь. У нас зять это... Вот так же я вот не могу, например, объяснить, что вот у них леса, их леса и наши леса. Наш отличается тем, что входишь в лес, и эти ароматы леса, вот эти вот травы, вот этот мох, это болотина, вот оно все перемешивается. Это настолько аромат, что он... Пахнет болотом, хвоей, вот этой хвоей. Да, но все особенно это жарко. Хвоей, сосной, елкой вот уже пахнет, запахи вот эти вот эти. Да, запахи леса у нас, конечно, великолепные. Это не описать ни словами, ни как. Даже, да. Даже запах болота, ну это все, да. Даже когда встречаешь человека, который, и ты уже по запаху узнаешь, что он из леса, в лес ходил. Или живет в своем доме, где вот эта печка, и все, тоже запах определенный идет. Угу. У меня вот... Не, ну когда с леса возвращаешься, запах лесной, вот заходишь в автобус, трамвай, и не сразу видишь, что человек едет с лесом. Да, запах на весь автобус. Запах на весь автобус, да. Запах на весь автобус от тебя идет. Вот так вот пропитываешься запахом в лесу у нас. Да, да. Грибами и всем это все уже, мохом, это болотиной, это все очень приятно. Но у них леса они такие. Ну, я бы все равно не скучала по северу. Не скучала бы нисколько. А что, как хотелось бы? Мужчина сказать, знаешь, я тоже бы нисколько не скучала. Я бы забыл его, как в сон, как страшный сон, точнее сказать. У меня вот сестра нисколько не скучает по северу, хотя она здесь не очень... Хотя много лет они ее прожили здесь, на врандее, везде вот. Но я бы не сказала, что она скучает. Только, конечно, тут подруги у нее, это понятно. Вот, а так, я не знаю. Ну, понятно, что люди здесь живут вот с рождения, да? Конечно, они уезжать там не хотят. Вот, говорят, ой, там хуже, чем у нас здесь. Да, да. Не-не, на юге лучше намного. Там больше возможностей. Мне сейчас так чего только не говорят. Так от них только витамины. Ты там недолго проживешь, и ты там умрешь, и все болезни к тебе пристанут. Да. Что мне только не говорят. У меня своя голова не пыта. Все, вы отстаньте от меня. Почупай. Вот, даже если говорят там про жру и про давление. Да. Какая разница, здесь тоже бывает жара и так же давление. А здесь еще хуже, потому что здесь только... Да, вот у нас уже два сыграла жара. А так просто вы будете в доме, например, сидеть, если уж совсем жара. Ну, посидите вы в доме. Да, да. У меня же тетяла с папой, они так же. Они утром выходят на огород. Пожилые люди все-таки, да. Утром выходят на огород. Да, покажи мне, да. Уже там в 12 они идут. У них тихий час, как говорится. И они до 4 практически вообще из дома не выходили. Или на летней кухне, или вот в доме. Поспят часика-два, вот, потому что там жара. Все. Так вот, даже вот смотри, вот мы приехали сюда, вот мы... Оттуда с Юга приехала сюда, мы там полтора месяца прожили. Мы приехали сюда, здесь только 19 градусов где-то. Нет, мне это было тяжело здесь, извините, 19 градусов. Не то, что холодно, нет, не то, что холодно. Не холодно, можно сказать, и холодно с одной стороны, но когда на солнце, на солнце жарко, невозможно, духота. Потому что влажность большая. Влажность, влажность, это очень большая влажность. Вот эти испарения идут. Они на юге кричат, на юге говорят, вот на юге влажность. Я говорю, какая у вас влажность? Вы не видели, что такое влажность? Через футболку у меня спина сгорала. Где такое видно, чтобы через футболку у меня сгорела вся спина? У нас вокруг болота, озера, реки, море рядом. Вот это влажность где? А у них там влажность? Я сижу, у меня сгорела спина через футболку. Так где такое возможно? Я 38 градусов там не был, я вообще налегке переносил, а будь у нас здесь 38 градусов, у нас на улицу никто не выйдет, все сдохнут, все сдохнут здесь на раз, здесь 20 градусов тяжело переносится эти жары. Если, например, даже про давление говорят, ну и что у меня давление, я себя в средней полосе лучше чувствую, чем здесь. А какие у нас перепады температуры-то? У нас сегодня 0, а завтра минус 30. Вчера была жара, а сегодня такая погода. Сразу на 10 градусов, вчера 20 с чем-то было, а сегодня 10, а завтра будет на 10 с лишним, а то бывает на 20 и на 30. Там они все записывают. И меня тут не того. Ну вот как жить в такой погоде? Вот как жить в такой погоде? В природе нет плохой погоды, каждая погода благодать. Вот так вот и живем на севере мы. Северные люди. А все, гад, климат, климат. Климат, климат, климат. Никакого есть, климата нет. Ой, климат. Так, когда я уеду отсюда тоже неизвестно. Побыстрее, побыстрее собирайся и тоже уезжай. Так, Толик, ждем жилье, когда это жилье? Если дома не строятся, а потом как их продать? А столько у них квартир, столько квартир стоит, все им надо продать за миллионы. А рабочим ничего нет. Ничего. Вот дом упал со свай. Да, вот как показывали по телевизору. Дом со свайта упал, да? Да, по своим делам. Люди живут на улице. Да, люди на улице. Кто-то в палате. А как я жила? Я говорю, вот у меня рука, да? Предоставили жилье, а оно еще хуже даже, чем это есть. Ни воды ничего, да? Никаких удобств. А я жила. Так люди-то не нужды. У меня между стенкой и коридором рука вот так пролазила. И также на улицу вот так вот. Я говорю, понял, что я только в эти стены, в эти углы и фуфайки. Да, правильно. У нас пол был. Я не знаю, рассказывала. Нет. Там от печки вообще не было пола на второй этаж. Так матрас детский постелили, его залили цементом. Да, правильно. Так и жили. А я еще главное думаю, почему у меня вода замерзает. У кошки, блин, вода замерзает. У меня в баке на пять ведер у меня полностью замерзала вода. Я понять не могу. Это вот мы в таком холоде жили. Вода в баке. А потом мы решили, а полы они у нас, ну как бы дома пускаются, а полы, которые уперлись доски в печку, они стояли на месте. Вот. А сам пол опускается. А черного пола не было? Вот. Обязательно. Стали разбирать пол. Ипона мать, там дырище. Правильно. Там вообще ни хрена ничего нету. Черный пол. Да. Правильно. Все, так вода и будет замерзать. У нас так же мы жили в доме. У меня один таксист спросил, а как можно, говорит, добиться, чтобы вам дали благоустроенное жилье от государства? Я говорю, как, чего? Говорю, 25 лет в сарае прожить. Говорю, тогда вы что-то и добьетесь. Кто-то, говорит, 30 лет живет, кто-то 40, кто-то 50. Угу. Мне хватило 25 лет. Главное, ровно 25 лет. Вот, Катя, вот я вот, знаешь, почему? Я вот этот канал начну завел. Мне просто, что сосед сверлит. А? Я думала, ох, что-то... Нет, сосед сверлит сверлит саморезы. Я поэтому этот канал завел. Понимаете, я хочу показать людям, что это реально. переехать за материнский капитал на юг. Улучшить свои... Условия жизни. Условия жизни, да. Что-то реально сделать. И вообще с минимальными буквально затратами переехать. Вот. Ну, только не надо покупать это удаленно. По фотографиям еще как-то. Ну, сосед начал опять сверлить. Ну, опять, смотря кто, что я говорю. Вот, для меня, например, огород это нереально. Я его никогда не любила. Вот эти вот огороды. Ну, тебе надо в станицу переехать. Потому что я... Вот у меня и брат, кстати. Ну, вот любимые огороды, и хозяйство, и все. А вот у меня сестра, наоборот, они когда вот в Питер переехали, вот они дом себе построили под Питером. Вот у них Питер и квартира, и дом. Вот. Я еще у Свети говорю, Света, у вас сдача? Она нет. Это у нас просто дом двухэтажный. Так я век не знала, что у меня Света, ей нравятся вот эти огороды. Она там себе огурчики... Правильно? Помидоры... У нее там цветы, у нее там клубника, все такое. Да. Я никогда не думала, что у меня сестра, она вообще городской житель. Ну так что. Она вот любит вот это. А я наоборот. Вот. Отдохнуть, да. Приехать, да. А вот что-то вот копаться, не знаю. Ну я говорю, начните на станицу ехать. Нам вот не надо вот этого всего. Нам наоборот, говорю, хозяйство, огород. Да. Ну вот, любим вот это все. Мы вот на хутор, нам ближе хутор. Ну почему зацепились на этот хутор, приехали. Потому что там можно много скотины завести. Там места много. Да. Места много. Там можно все это построить. И коровы. Там есть где развернуться. Есть где развернуться. Не-не-не. А я что тут подняла? Мне коровы. Не-не-не. А почему? А кто доесть будет? А? Я доесть коровы не буду. Нет. До поры до времени. Подожди, пока коровы не хочет, потом захочет. Я не хочу коровы. А опять от козочки можно молоко. Теленка подарят? Теленка подарят? Нет-нет. И захочет. Подарят тебе теленка. Говненка тебе подарят, да. Подарят, подарят. Да что ты мне? Я договорюсь, что мне дадут теленка займы. А потом оттелится у нас теленочек. Нет-нет-нет. Теленочек оттелится. Ну не теленочек, а корова оттелится потом телочка. И это отдадим обратно. Как вот там соседи делали так же. Подалили им корову маленькую. Она у них потом оттелилась, и они им вернули. Так же и мы сделаем. Ну корову это уже потом, наверное, если когда-нибудь. Нет, потом, конечно. Сейчас потом уже первое время нам не поднять корову. Нам не поднять корову. Во-первых, порядок там навести. Во-первых, порядок. Я говорю, я как вот это все посмотрела, я два раза посмотрела. Это дерьмо убирать. Господи, куда вы заехали? Я думаю, япону мать. Это ну так же нельзя вот эту грязь оставлять. Но если вы продаете дом, да, ну можно же немножко хотя бы, ну прибирайтесь. Пусть даже доски. Доски, если вам не нужно, вы хотя бы их сложите как-то там аккуратненько. Там что-то вот в тех же сараях поприбирайте. Вот этот хлам, который вам не нужен, просто вывезти вот машиной куда-нибудь, да, на свалку. Вообще кошмар. Да, они еще и хотят и дрова там все, и все там забрать, и дрова, и уголь. Там уголь-то, который на дорогу надо вывалить уже, он весь сгнил. А дрова тебе там хватит? Я залез посмотрел, там такой уголь. А дрова тебе там хватит? Пусть они... Мы будем, да, если еще будет заготовка сена, я уже буду себе сено заготовливать. А сено ты на кого хочешь? Куром? Козом, козом. Козом, козом. Ну если у вас одна коза, ну... Ну не, ну а сено сено надо будет, нет? Да, Толик, отсюда надо веник от березовых увезти. Козочкам, да. Козочкам, да. Парить. И в баньку веником. Там дубово херенька. Мы дубовыми вениками париться будем. Да. Надо еще в баню срочно там делать. Баню срочно там делать. Они там душу разобрали даже. Кубок сняли с душа. Ну да, кстати, там кто-то тебе писал, вот надо вот, я не знаю, оно сохраняется, то ли или нет. Есть комментарии, естественно. В комментариях, да, там один мужчина вроде бы, он написал, что даже если у вас что-то там не получится, как там в дом, он написал, как провести там воду и как-то сделать там именно вот душевую, чтобы именно в самом доме было, чтобы вам в бане, например, раз зимой не ходить. Да, что мы сделаем, сделаем. Да, он там как-то, он говорит, я там все объясню, все такое, там давай все читай. Ну даже на объявлении на юле нашли, там продается душевая кабинка. Да, за 3000. За 3000 душевая кабинка продается там рядом, неподалеку. Потом что это, нагреватель водяной, да? Да, нагреватель там 3000 можно. Да, 3000 нагреватель продается там тоже. За 3000 можно новый даже купить. Не большой емкости, но... Так что мы это там делаем. Она небольшая, она не хватит. Ну 50 литров. Мы снова купим душевую кабинку на первое время можем, потому что с баней все равно там... Дело-то много вот, что там, во-первых, стяжку пола делать, чтобы слив воды был, не под дом шел, не куда-то. Выбрали помещение, где делать баню мы. Там надо делать отвод воды. Отвод воды там вообще далеко-далеко. Ну далеко-недалеко, но метров за пять от дома. С поля? Нет, под деревья, чтобы деревья поливали сразу какие-то. Под деревья, да. Вот, чтобы полить деревья было этой водой хотя бы. Вот. Ну это мы все сделаем. Но баню сразу нам не сделать, потому что я буду там растяжку полов делать, это раз. Во-первых, надо перегородку там ставить и все обшивать. Все обшивать, потому что дом саманный, чтобы он не отпотевал. Это надо будет, во-первых, чем-то все это делиться. В принципе, душевую можно не в самом доме сделать. А вот если разный теплый. А оно не в доме будет. Не в доме. Оно не в доме будет. Там есть пристроечка такая интересная. Да, ну вот, потому что, чтобы дом нет таких. Там уже труба есть даже. Но оно все в саманном помещении, все равно, понимаешь. Они купили дом, вот у них станица эта. Господи, какая у них станица-то? Господи, забыла я. Воскресенская. Воскресенская, да. Воскресенская у них вроде. Да. О, ты такой же. Блин, они там всю жизнь живут, забыла станицу. Так, они как бы из одного дома переезжали в другой. И вот они уже купили, конечно, кирпичный дом там хороший. А? Этого? Да. Вот. А? Ну, по рукам. Ну-ка. Душ есть, все есть у нас. А сами взяли и душ сняли даже. Бак сняли с душа. Я вот сейчас вот получила жилье. Я вот как-то день, я уже три года там живу. Я каждый день говорю, господи, как мне хорошо с водой. Как мне надоело жить без воды. Я всю жизнь без воды все таскаем, таскаем и таскаем и таскаем и будем таскать. Нет, вам там как-то сделать, чтобы вообще ничего не таскать. Чтобы вода не лазит. Я сделал, я все сделал. Водопровод я сделал везде. Зачем вот это, чтобы вот это вот тяганье. Это не трудно сделать. Водопровод сделать самому это не трудно. У меня у папы, там вот где они жили в Курской области, у них уже колонка была прям сделана во дворе. А, у них тоже во дворе. А, у них тоже во дворе. Она во дворе стоит колонка. Да, еще раз посмотреть. Ну, воду надо заводить в дом. В дом, да. И причем в оба дома заводить надо. Не только в воде, но в оба дома. Чтобы включили воду. Хотя бы умывальник был в доме постоянно, чтобы не бегать на улицу. В другом доме и души, и, например, и все, и прочее, прочее. Потому что без душа, я считаю, это вообще... Для меня, первым делом, чтобы была вода. Обязательно, обязательно, там, на душ там обязательно делать. А то некоторые там в тазах моются. Господи. Блин, колонка во дворе, вы сделайте себе блин или баню, или еще что. Как они там вообще люди живут? Как можно вообще не помыться? Я уже привыкли. Не, ну, банька нужна. Да. Без баньки никак. Я, Слав, приехал в баньку первым делом. Напарился? Да. Ой, лопата. Банька есть банька. Это не душ, это не ванна. Банька есть банька. Конечно. Ну, что вы себе? Все, хватит. Ну, вот что хватит? Ну, вот сидим, вот хорошо разговариваем. Очень, очень. Спасибо. Продолжение следует...